Уголовно-политический скандал с участием депутата Дани Простова, целого заместителя Гордумы, обвиняемого в хищении, разгорелся сегодня в Нижегородской больнице. Утром к больнице были стянуты все службы быстрого реагирования. Некий пациент, по первоначальным данным, задержанный в рамках уголовного дела, угрожал выброситься из окна. Ничего он там это... Вот преступник какой-то говорит, спрыгнуть хочет. Уговаривают. Кого-нибудь спустят, эти вот МЧС, да, у них там спустят, наверное, сейчас. Что-нибудь с головой помучилось, помутнение. Может быть, он это наркоман. Может, проблемы какие. Может, жара сегодня подействовала? Пациент. Несколько раз судимый сказали. Шаталов, от 17-го лежит. Фарк, кто не был, он в реанимации лежал. Может, лекарство повисло на него так, от сердца. На 6-м этаже. Там лоджия. Он, наверное, туда зашел, лоджия была открыта, а изнутри закрыл лоджию дверью. К нам прибегают МЧСовцы. Закройте дверь и пока не открывайте дверью. Якобы судимый, неоднократный. И у него 4 инфаркта. Хочет выпрыгнуться. Из окна хочет выпрыгнуть. Позвонил жене, что-то конфликт какой-то. Якобы жена где-то у него там расстрата какая-то. Посадили в тюрьму, что ли, что-то такое. Ну, он, не знаю, может, на эмоциях попытался вот самубиснуть. Не знаю, наверное, чего он хочет сделать. Наверное, избежать следствия. Чего он хочет сделать. Ну, какие-нибудь требования у него есть. Да внимание обыкновенное требует и все. Ну, это, видимо, что-то расстилает, что он, если прыгнет, значит, на какой-то мат. Если он упадет, то на подушку не разобьется. И ради него вот столько машин организовали. Это нелепо. Это выкобеницу издеваться над людьми. Но он не решит. Если вы серьезные намерения, он давно выпрыгнул. И тут выяснилось самое интересное. Пациент, пытавшийся выпрыгнуть в окно, оказался не простым пациентом, а заместителем председателя городской думы Ижевска. Как выяснилось, Василий Шаталов был задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в хищении 22 миллионов рублей. По материалам следствия, на эти деньги заключались муниципальные контракты на проведение различных мероприятий и соревнований. Но по факту ничего проведено не было. Депутата задержали, однако он заявил, что нуждается в медицинской помощи, так как имеет проблемы с сердцем. Попав в больницу, Василий Шаталов попытался покончить с собой и почти целый день просидел на подоконнике. Однако спустя несколько часов противостояния на место прибыли бойцы СОБРа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жив-здоров, всё нормально. Я его не видел, он в палате. Ко врачам все вопросы. Арестовывают его. Он на аресте. Если он 20 миллионов разоборовал нашей страны, как же тут? Кстати, правоохранительные органы Нижегородской области никаких комментариев по факту произошедшего не дают, ссылаясь на то, что дело ведет Следственный комитет Российской Федерации.